Сегодня в ДНР начинается очередной закрытый уголовный процесс, наверное, правильнее было бы сказать, судилище в отношении пяти иностранцев, которые воевали на стороне Украины. На скамье подсудимых гражданин Швеции Матерс Густавсен, Хорватии Викослав Пребек, а также подданные Великобритании Джон Хардинг, Эндрю Хилл и Дилан Хилли. Их обвиняют в участии в вооруженном конфликте и военных действиях в качестве наемников, прохождения обучения в целях осуществления террористической деятельности, в совершении действий, направленных на насильственный захват власти и изменение конституционного строя ДНР, а еще в вербовке наемников. Ну и с нами на связи адвокат Илья Новиков. Илья, добрый день. Здравствуйте. Как вы думаете, вообще возможно, каким-то образом именно легально, юридически, а не с помощью условной спецоперации по вызволению, вытащить этих и других ребят, которых либо уже судят, либо собираются судить в ДНР? Никого там не судят. Здесь просто надо начинать с терминологии. Я слышал вашу подводку, вы сказали, что это судилище. Это не описывает того, что происходит. Давайте начнем с того, что я только не адвокат в этом деле, а то вы так рассказали, что будет процесс. Да, теперь с нами на связи адвокат. Нет, я в данном случае как говорящая голова комментатора, а не как участник этих событий. Так вот, судилище в современном понимании, это когда легальный суд, созданный в России, но в России все-таки очень плохое государство, фашистское, да, но государство. И вот там судья, который при прочих равных, там мы признаем, что это судья, что это суд, да, он просто творит какой-то беспредел. Вот это называется судилище. Это особое качество работы, особый жанр работы того, что в принципе является легитимным судебным органом. А в Донецке никого судить не могут, и в ДНР никого судить не могут, потому что в ДНР не существует государство, там нет судей, там нет судов. И не нужно даже пытаться говорить вот этой терминологии, вот в этой лексике о том, что там происходит или будет происходить. То есть процесса нет, суда нет, и совершенно неинтересно и неважно, в чем там кого обвиняют. Это спектакль, надо это понимать. У него нет никакого правового измерения, у него нет никакого вот этого второго дна, да, там не нужно выискивать, что там написано в книжке, которая называется «Уголовный кодекс ДНР», «Уголовный кодекс ДНР» и в соответствии с этой книжкой или в нарушении этой книжки придали на обвинение. Это вообще не предметный разговор. Если вам хочется говорить об этом, то вам нужно искать какого-то отдельного человека, который согласится об этом говорить. Нормальный юрист. Конечно, даже пальцем к этому не будет прикасаться и пытаться об этом не быть. А если вас интересует все-таки фактическая сторона, если какой-то легальный, да, как вы говорите, юридический способ их оттуда извлечь, но мы знаем такой способ, да, он называется «обмен», потому что в течение всей этой долгой войны из 2014 года и в течение вот этих вот последних полугодов, когда то, что у нас называется «горячая фаза войны», обмены людей на людей происходят регулярно. Они совершенно не всегда оформляются каким-то образом, они не всегда сопровождаются каким-то бумагами, не существует какой-то четкой процедуры, просто в каких-то случаях это возможно, вот такая договоренность достигается, и люди отпускают. Понятно, что... Да. Договариваться просто... Нет, нет, это я вас проявил, простите, просто хотел уточнить, а договариваться между кем и кем в таких ситуациях приходится? Между ДНР, Украиной или все-таки между Россией? Потому что безусловно Россия выступает. ДНР не существует? То есть любые приговоры с Кремлевым? Смотрите, в 2014 году, в 2014 году, и не буду врать, у меня нет информации по поводу этих, но скорее всего там примерно то же самое и осталось. Некоторые обмены происходили на уровне просто полевых командиров. Это было скорее на раннем этапе. Еще раз, у меня есть сведения, что такое было в последнее время. Но вообще говоря, все понимают, что вторая сторона – это не какой-то мифический ДНР или ЛНР, это Россия. И то, что эти процессы, процессы, да, эти спектакли проходят именно по гражданам европейских стран, это очень хорошо маркирует цель этих процессов. Это именно для того, чтобы европейские политики, дипломаты и чиновники должны были, спасая своих граждан, о чем-то договариваться с Путиным. Это не обязательно совершенно должен быть какой-то размен вот такой на мосту, да, как нам показывали в кино, когда меняют человека на человека. От них будут потребовать каких-то уступок, от них будут потребовать какого-то отказа от санкций, какого-то символического вот этого поцелуя-ботинка. В общем-то, все, что захотят, то и потребуют. Совершенно не факт, что получат, но потребовать им я на это очень хочется. Поэтому, да, вторая сторона, это Россия, никаких иллюзий, что там есть какие-то самостоятельные власти Донецкой Республики, не должно быть. Ровно ради этих требований в Мариуполе возводят, да, сейчас этот трибунал для азовцев, потому что меня, честно говоря, поразила эта картинка, они построили такие очень показательные клетки, я уверен, что вы тоже видели это видео из Мариуполя. Это тоже такое видео устрашение, чтобы больше попросить взамен? Я думаю, нет, я думаю, что это все-таки театральными целями возводятся эти декорации. Вообще, это не какой-то ноу-хау Мариуполя. В России были процессы, под которые даже строили судебные здания. Если помните ситуацию в Нальчике, когда Нальчик оказался почти на сутки, или чуть больше, чем на сутки, под контролем боевиков. Потом тех, кого взяли живыми, их судили в процессе, где было более... Там было несколько десятков, я боюсь соврать, сколько именно, но несколько десятков было подсудимых. И поскольку не то, что там построить клетку на сцене было невозможно, просто построили отдельные здания суда, спроектированные под этот процесс, чтобы несколько десятков человек сидели в клетке. Поэтому то, что Россия экспортирует в Мариуполе свои уже какие-то отработанные решения и вот эти вот паттерны, в этом тоже ничего удивительного нет. Этот спектакль, конечно, предназначен в первую очередь для внутреннего зрителя. Это российская лата должна смотреть и радоваться, что вот у нас здесь почти как у взрослых Нюрнберг. То есть там деды судили, да, и мы будем судить. Но это, конечно, тоже спектакль, а никакого другого качества по сравнению с тем, что происходит в Донецке, то, что происходит в Мариуполе. Глеб, мы знаем, что... Если вам хочется формальную, да, формальную сторону. Я несколько раз уже говорил, мне каждый раз приходится там на пальцах это еще раз повторять и объяснять. Есть ровно единственная категория международного права, которая применима в данном случае. Это категория эффективный контроль. Если вы, как государство, осуществляете эффективный контроль над какой-то территорией, то есть там находятся ваши войска, и вы, в принципе, можете сделать то, что захотите, потому что там ваши войска. Это значит, что вы несете ответственность за все, что там происходит. В том числе, если кто-то сорвался с поводка, в том числе, если кто-то из ваших назначенных прокси или из ваших военных кого-то расстрелял, кого-то пытал, это все ответственность ваших государств, потому что вы эти войска туда привели, вы их обеспечиваете, вы их поддерживаете, вы ими командуете более или менее эффективно и более-менее последовательно. Это называется контроль. Вот то, что происходит на территории оккупированной России, на украинской территории, в Мариуполе, в Донецке, в Крыму, это все ответственность России как государства. Не случайно, кстати, наверное, именно поэтому многие процессы по крымским татарам, но это отчасти связано с подсудностью, с техническими вещами, но отчасти и с тем, что Россия предпочитала людей из Крыма вывозить, судить на свою территорию, понимая, что крымские, российские суды нелегитимны, что с точки зрения международного права российский судья не может действовать в Крыму, на украинской территории. А тот же самый судья, который действует на российской территории, мы с этого начали разговоры, к этому пришли, как бы криво он не действовал, но это все-таки легитимный судья, легитимного суда. И там гораздо более сложная задача у защиты, которая работает по этому делу, если она действительно работает, подвести базу под то, что этот процесс нелегитимен. А здесь очень просто, здесь легитимности нет изначально, ее даже никто не пытается как-то имитировать. Не стараются. Мне казалось, приблизительно та же теория была у меня в голове, что и вы озвучили про то, что все эти плены – это такая разменная монета и фактически заложники в руках России, но некоторое время назад была новость про британского волонтера, если не ошибаюсь, Пола Ури, который погиб в одной из колоний, и мы знаем и про Еленовку, и про все остальное, что происходит в тех самых колониях, в том числе на территории ДНР. Если это обменный фонд, условный, да, если это способ торга, если это какая-то разменная монета, то неужели с них не должны, ну, не пылинки, конечно, сдувать, но вот тех самых несчастных людей, которые попали в плен в ДНР, как-то максимально беречь для того, чтобы выторговать для себя что-то впоследствии, или прямо сейчас. Ну вот вы видите, что не сдувают пылинки, да? Вас это на какие мысли наводит? Ну, что, наверное, не так уж их ценят, либо их слишком много, либо они отчаливаются за них что-то получить и не верят, что это возможно. Мне кажется, не нужно подводить какую-то единую теорию под все это, да. Значит, есть Змей Горыныч, у которого миллион голов, да. Вот он воюет, как у него получается. Есть какие-то люди, наверное, там, в администрации президента России или в российском МИДе, которые планируют, как они будут реализовывать иностранцев. Есть вот эти украинские военные из Азова, в первую очередь, да, из Мариуполя, которых очень много, да, и которых вот показательно только что убили несколько десятков человек из них в Лайонсе, в Еленовке. И не нужно строить какую-то единую теорию о том, что вот это все частичные пазлы, что вот было спланировано, что вот этого человека мы убьем тогда, этого человека мы убьем тогда. Просто когда вы вторгаетесь в чужую страну и выпускаете мясников, да, выпускаете людей, которым вы только и можете такую работу получить, потому что нормальный человек эту работу вполне откажется, вы автоматически открываете все двери для того, чтобы кого-то убили просто так. А кого-то убили, а потом задним числом под это подвели какое-то обоснование, почему, чтобы, значит, ну вот нет человека и нет, да, мы можем это использовать как устрашение, можем, значит, пиши Васильевич, да, чтобы англичане боялись, что вот мы сейчас всех англичан здесь убьем. Это такая, знаете, жизнь вообще сложная штука, да, она не строится почему-то плану, и никто не планировал эту войну на полгода вперед, день за днем, да, в чем вас не пытались убедить какие-то говорящие головы из российского Министерства обороны, у них их планы пошли прахом в первую жизнь, да. Зачем нам строить предположение о том, что у них есть какой-то план по вот этим, их заложникам, да, они даже не обращаются с ними как с плен, это действительно заложники. Вот если у них есть какой-то план сегодня, завтра у них будет другой план, да, завтра они им придется менять что-то, завтра им придет в голову еще какая-нибудь блестящая идея, там, да, устроить не суд не такой, а суд сякой. Они будут это реализовывать до тех пор, пока их не прогнали оттуда, да, до тех пор, пока их не перебили, они могут делать все, что они хотят, и нам не нужно теоретизировать на тему того, что они могут сделать, а что они могут сделать. Могут сделать все. Как бандит, который связал человека в руки, он может его убить, он может его пытать. И нет у бандита сценария какого-то, нет у него какой-то сложной теории о том, как все должно быть устроено. Вот ему пришла новая мысль любого, он взялся и реализовывается. Пока что во всем, что делают российские власти, и российские прокси, и российские силовики, и российские бандиты, которые туда прислали, хаоса гораздо больше, чем какого-то, что-то даже удаленного, похожего на длинный многошаговый сценарий. Было бы неплохо, чтобы денег на этот хаос ставилось меньше, и чтобы Европа переставала покупать российские энергоносители. Может быть тогда и эти поступки перестанут быть настолько сумасшедшими. Илья Новиков, адвокат, был с нами на Бронисовиде. Спасибо большое, что нашли время. Спасибо. Всего хорошего. Дорогие друзья, если вам понравилось это видео, обязательно поставьте ему лайк и подпишитесь на наш канал в YouTube. Это поможет как можно большему количеству зрителей увидеть те программы и те новости, о которых мы рассказываем. Присоединяйтесь к нашей теплой компании. У нас интересно. Присоединяйтесь к нашей теплой компании. Присоединяйтесь к нашей теплой компании.